Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас интересные покупочки с маркетплейсов, а также интересные лайфхаки. Итак, поехали. Купочки Озона Яндекс.Маркет с Озона батарейки Дюрасел была акция 12 штук по 250 рублей где-то выходили. Это отличная цена, даже если это подделка. В отзывах разные отзывы. В любом случае, даже из подделки пишут, что работает дольше обычных других батареек. Там 48 штук вообще было выгодно брать, 48 за 900 рублей. В общем, мониторить цену. Не знаю, есть сейчас акция или нет. Я прям две упаковочки взяла для игрушек, для всех, для детских. Они всегда идут в расход, особенно в холодное время года. Так, и Яндекс. У меня здесь губочки. Губочки для мытья посуды. Вот такие вот салатовые. Сейчас открою, покажу. Мне вот такие подходят под стилистику кухни. Вот так они выглядят. Черная жесткая сторона. И сами они вот такие вот нежно-салатовые. Пять штучек. Очень красивые. Цена бюджетная. Поэтому супер. Пучки Валберис. И тут у меня земля. Сейчас распакую. Она что-то немножко тут где-то просыпается. И покажу. И футболка. Причем перезаказывали. По-моему, первый пришел 44-й, что ли, размера. Потом шел 46-й. Но 44-й был не совсем свободно. Ксюшки взяли 46-й. Сейчас все распакую, покажу. Земля вот такая. Взяла для того, чтобы пересадить хлорофитумы. Взяла именно вот прямо под хлорофитумы. Она называется вообще для герани цикламенный хлорофитум. Здесь у нас 5 литров. Мне на 2 горшочка должно хватить. Я буду замешивать, как всегда, с циолитом, со всеми делами. У меня будет замес полезненький такой. Расскажу вам потом. Потому что что-то у меня в одном цветке прям как-то земля... Ну, нехорошая была. Плесневеет, не плесневеет. Но вот прям нехорошая какая-то. Нужно мне его пересадить. Биогумус отзывы вообще у этой земли хорошие. Выглядит футболка так. Где размер? 164 в общем рост. Побольше немножко перезаказали. Им теперь на физру можно в футболках любого цвета. То у них прям весь класс должен быть в одинаковых. 4 года ходили в красных. Теперь можно любого. Ксюшка захотела вот такую вот бирюзовую. Заказали свободненькую, чтобы была оверсайз под леггинсы. Свободненькую, длинненькую. В общем, хороший хлопок. Цена тоже адекватная. Горловина сделана хорошо. Мы ее уже мерили, но вот в меньшем размере. Теперь взяли немножко побольше. Девчонки, помните крышку, которую мне не удавалось очистить? Спасибо вам огромное, конечно, за советы. Но я что хочу сказать вам, показать. Она у меня очень противная. Я говорю именно про вот эти места, видите, про вот эти загрязнения. Девочки давали советы, и там и средства разные, и зубочисткой. Нет. Дело в том, что она у меня вот такая вот противная. Вот это место, где собираются все загрязнения, там изгиб. То есть, вернее, там выпуклость. А потом уже идет сама вот эта вот луночка, ямочка, где все скапливается. Поэтому туда не подлезть, не зубочисткой, ничем другим, никаким предметом. И ни одно средство у меня так и не взяло. Вот именно, видите, вот он идет, выпуклость, а потом ямка как бы туда провал. Поэтому зубочисткой туда не подлезть. Многие девчонки этот способ предложили. И именно для этих целей я заказала свой любимый бренд-фри. Я хочу ее довести до ума, все-таки жалко выбрасывать. Покупала на Валдерес. Сейчас все открою, расскажу, покажу. Пользуюсь этим кислородным очистителем уже больше двух лет, девчонки. Могу сказать, что его цена остается одной из самых выгодных на рынке. Потому что сейчас бытовая химия дорожает просто ценник бешеный. А здесь цены доступны очень экономично в использовании. Здесь целый килограмм зип-замочек упакованных, все было хорошо. Открываем. Вот они, гранулки. И вот эту непосильную задачу, конечно, я доверю только бренд-фри. Почему? Потому что в 2023 году этот товар получил звание товаров года в категории бытовой химии. Представляете? Я думаю, конечно, это говорит о его эффективности и популярности среди потребителей. Поэтому будем сейчас выводить все самые сложные загрязнения и доводить нашу крышку до ума. Вообще для него у меня сегодня много задач, поэтому я поставила кипятиться в воду, много воды. И как здорово, что все эти задачи можно решить с помощью одного средства быстро и эффективно. Что нам понадобится? Тара, кипяток, средства и столовая ложка. У меня есть вот такие кухонные тряпочки, они после стирки. И я хочу их привести в порядок, потому что здесь есть пятна, которые не отмываются, не отстирываются. Точнее вот вторая. Я не знаю, что это такое, но это не отстирывается. С началом учебного года средства вообще очень актуально. У меня у Ксюшки вот такая вот школьная футболка. Я не знаю, что это за пятна, но они не отстирываются даже на 95 градусах. Никаким порошком, поэтому будем замачивать. У Крис из садика пришла вот в такой водолазке. Нам нужно реанимировать рукава. Это все пойдет отдельно. Теперь мы берем столовую ложку. У нас средний расчет. Одна столовая ложка, полторы, вернее, столовой ложки на литр воды. Так как у меня здесь будет литра три, получается мне нужно... Сколько мне нужно? Полторы, три, четыре с половиной ложек, грубо говоря. Потом берем кипяток и выливаем аккуратненько. Берите тару побольше, потому что очиститель брендфри очень сильно шипит. Слышите, смотрите, сколько пены. Пошла реакция. Я добавила еще воды и теперь погружаю сюда свою крышку. Вот таким вот образом. Давайте загрязнение. Отходите. Да, у нас отправляются кухонные тряпочки. Вещи должны быть в свободном плавании, девчонки. Почему? Потому что тогда активный кислород имеет доступ к пятнам и работает с ними. И погружаем обязательно вещи в момент реакции. То есть, когда идет шипение и бурление, выделяется активный кислород пятнами вниз. Погружаем с вами все вещи. Видите, какая реакция. Супер. Добавила к крышке еще водички. Смотрите, все бурлит. Потому что у меня есть, что еще сюда добавить. Собрала весь пластик на кухне, который хочу почистить. Вот такие вот крышечки от емкостей. Пластиковые. Вот такие вот. Хоп. Забросил и забыл. Вот такая. И еще у меня вот есть белая ложечка, которая периодически темнеет. И вот такое овощечистка. Тоже у нее здесь внутри. Собирается вот, особенно там всякая бяка, чистить ее неудобно. Все погружаем. И от любимой бутылочки Крис. Вот такая вот крышечка. Видите, там вот между вот этими полосками тоже часто собирается бяка. Очистить это неудобно. Тоже погружаем. То же самое проделываем с белыми вещами. Погружаем пятнами вниз. У меня есть еще одна задача для бренд-фри. Я хочу почистить сливы. Очень давно хочу. Поэтому мы берем ложечку средства. Засыпаем прямо в сливное отверстие. И заливаем кипятком. И через 15 минут просто промываем проточной водой. Никакого запаха из сливного отверстия, во-первых, не будет. Во-вторых, растворит весь жир и грязь, которая остается на трубах и в сливном отверстии после того, как мы моем посуду. Смотрите, какая реакция у нас в раковине. Мыло сливное отверстие. И какая тут чистота. Просто прелесть. А теперь предлагаю проверить пластик. Я уже вижу, что крышечки все мои идеально чистые. Так же, как и ложечка. Я сюда еще бутылку набросала. Все, плавают какие-то штуки. Я надеюсь, это все вылезло. Из крышки она там под низом. Давайте все ополаскивать. И вот такая красота и чистота у нас получается. Все идеально просто. Как же классно очистилась овощечистка. Ложечка сияет. И крышка. Ура, ура, девчонки. Крышки вернули былую свежесть. Она у меня теперь как новая. Вы смотрите, все отошло. Все всплыло. Все отошло. Она везде, абсолютно везде идеально чистая и сверкает, как новенькая. Я счастлива. Достала Ксюшкину футболку. Посмотреть на момент наличия пятеных нет. Поэтому одежду пока отправляю всю в стирку. А потом следом и тряпочки. И все вам покажу. Еще один секретик, девчонки. Воду из таза, из емкости, в которых мы все с вами замачивали, я выливаю в унитаз. Совершенно не боясь, потому что она уже не кипяток. Но достаточно горячая, чтобы просто в идеальное состояние привести вот этот весь слив. Выливаю в унитаз. Еще продолжает идти реакция, потому что активный кислород еще в воде, в растворе в этом есть. Он сталкивается с загрязнениями. И все очищает идеально. Просто идеально. Минут на 15, на 20 прям оставляю. Потом смываю и слив просто идеальный, девчонки. Обязательно попробуйте. Ну и вы только посмотрите на эту магию. Все, что должно было отправиться в утиль, все, абсолютно все возвращено к жизни. Ну что ж, вы все сами видели. Результат выше всяких похвал. Кислородный очиститель от Brand Free стал для меня просто незаменимым помощником на постоянной основе. Он универсален, подходит для белых, для цветных тканей. А также, что очень важно, безопасен для детской одежды и посуды. Что мне очень нравится, экономичность средства. Он заменяет просто гору других бесполезных ненужных средств. Один килограмм целую полку бытовой химии заменяет. Представляете, реально помогает сэкономить и время, и деньги. И весь процесс воведения пятен на уборке просто превращается в игру в удовольствие. Судя по тысячам положительных отзывов на Marketplace, я такая не одна, кто его полюбил. Стоит попробовать его один раз, и он останется в арсенале любой хозяйки на долгие-долгие годы. Особенно актуальны девчонки, у кого есть дети, школьники, ну или садовские детки. Потому что одежда пачкается практически каждый день. Приходится вводить очень сложные пятна. Обязательно переходите по ссылочке в описании. Оставляю ее для вас в инфобоксе. Заказать очиститель можно на любом удобном Marketplace в России и странах СНГ. Покупочка Яндекс.Маркета. Здесь у меня салфеточки для уборки кухонные. Сейчас будем вместе все смотреть. Здорово все упаковано в зип-пакетики. Есть вот такая вот этикеточка у нас. Тряпочки очень интересные. Тряпочки достаточно бюджетные, большие. И в чем их фишка? Подарочек. Вот есть салфетка для оптики маленькая вот такая. У них две стороны разные. Стирка, отжим. Так, не отбеливать, не сушить на батарее. Хорошо впитывают, высокая плотность заменяют. Прихватки сохраняют форму, не воняют. Стильный цвет. Цвет мне действительно очень понравился. Смотрите, с одной стороны они вот такие вот мягенькие, а с другой стороны они вот такие вот гладенькие. Такие достаточно плотные. И здесь у нас три штуки разных размеров. Две получаются вот такие, но не маленькие, а прям хорошенькие. Так, какой здесь размер? Вот, сейчас посмотрим на этикеточке, может быть, есть. Так, смотрите, здесь у нас 40 на 20 одна штука и 20 на 20 две штуки. 8 на 8 одна штука. Это подарок, который что? Так, подождите. Их же три всего, да. Три, вот три. Три салфеточки. Одна вот такая вот прям большая, как две вот этих получается. Отзывы очень хорошие. Пишут, что классно убирает загрязнение, очень хорошо впитывает. Мне пока очень нравится. Такое, знаете, новое веяние в уборке. Таких у меня еще тряпочек не было. Очень мягкие, очень приятные. Думаю, что и прослужат они тоже долго. Видите, стирать только не больше 30 градусов надо. Тут еще фишка в чем вся. Смотрите, сейчас на Яндексе появились тоже баллы за отзыв. Тоже они появились, и это очень здорово. Допустим, вот эти салфетки обошлись в 200 с чем-то рублей. Мне 125 баллов за отзыв у них еще. То есть вы пишите отзыв, как везде, как на Валберис, как на Озон. На Озон в основном эта фишка была раньше. Сейчас и на Валберис ввели, но говорят, там много разводов по этому поводу. Пишите отзыв, понравилось, не понравилось, только честный отзыв, как бы все отлично. И вам начисляют баллы. И эти баллы, один балл равен одному рублю. То есть, опять же, еще приятность. В сумме они обходятся совсем бюджетно вместе с вот этими баллами, поэтому здорово. Салфеточки классненькие. Еще одна покупочка, это вот такой мини-портативный обогреватель. Цена достаточно бюджетная, интересная штука. Сейчас все протестирую и вам расскажу. Слушайте, ну нам очень понравилось. Такая малышка, и так сразу тепло. Понравилось, что эта кнопка включена или не включена. Защита от падения. То есть, смотрите, я его отрываю от поверхности. Он выключается, кнопка гаснет. Вот эта кнопочка, она как бы соприкасается с поверхностью, на которой стоит. Если вдруг дети, что-то животное, его свалили, чтобы не случился пожар и так далее. А так встал, все, и включился. Сетка вот эта действительно металлическая. Воздух дует, горячий. Буквально за 5 минут в помещении уже становится тепло. Даже за 3, мне кажется. Горячий, аккуратно. Поэтому мне нравится. Так как у нас сейчас включают отопление, вообще штука нужна. Пусть будет, тем более за такие деньги. В Яндекс.Маркет здесь у нас ковш. Ковш очень бюджетный. Была распродажа у этого бренда. Возможно, еще есть. Итак, смотр. Решила обновить свои ковшики дома. Они нам всегда нужны. Всегда что-нибудь у них делаем, готовим. Вот так называется бренд Хомсли. Это эмалированный ковшик. Кстати, тяжелый. Прям такая тяжелая, добротная посуда. Вот такое интересное дно. Надо будет этикеточку. Сделано в Сербии. Я так понимаю, для всех видов поверхностей подходит. Поэтому вот такое вот именно черное-темное дно. Ручка. Ручка получается. Такая пластик-силикон. Непонятно. В общем, хорошенький. Он в разных расцветках был представлен. Такой в светло-бежевый. Вот в такой серый. В серый оставалось мало именно в такой. А вот такого цвета бежевого много, по-моему, еще было. Поэтому, конечно, ссылку я вам оставлю. Хорошенький. На полтора литра. Прям такой классный, тяжелый, добротный. Купочки Озона. Это очень бюджетное полотенце. Была большая скидка. Еще продавец давал 100 бонусов. В общем, обошлись они. Три полотенца за 169 рублей. Здесь все три полотенца разных размеров. Одно прям большое. Плотность у нас 380. Так, или это вес, или плотность, они пишут, 380 грамм. 50 на 80 и 30 на 60. Я думала, на самом деле, в карточке товара, что это такой серый цвет. А вам и камера, наверное, делает его серым. Ну, нет, это лавандовый. Это лавандовый, такой светло-сиреневый цвет. За 300 с чем-то рублей. Класс. Сейчас распакуем, посмотрим. Слушайте, ну, неплохие полотенчики за такие деньги. Средней плотности. Не прям там супер-пупер какие-то мягкие. Но обычные, хорошие базовые полотенчики. Вот самые маленькие такие я для лица вешаю, использую. Вот как он выглядит. Нормальные обычные полотенчики. Очень дешевые. У меня девчонки в чате прям тоже набрали. Там от расцветки зависит цена. А какие-то вот выходили по 300 с чем-то, другие расцветки там поярче. Такие ходовые выходили за 400. О, как камера играет. Вообще-то лавандовый такой светло-лавандовый цвет. Не серый. Не серый. Классно. Дешево. Сердито. Покупочки Яндекс.Маркет. И здесь у нас крахмал и кондиционер для волос. Но не для меня, девчонки. Увидела рецепт в интернете классного воздушного мягкого пластилина. Я как-то раньше варила, нагревала, много компонентов разных было. А тут всего лишь крахмал кукурузный и кондиционер. Взяла специально 800 грамм, 4 пачки по 200 грамм. И кондиционер один из самых бюджетных, но с большим объемом, чтобы хватило девчонкам поиграться. Пополам, по-моему, там все смешивали. Но надо будет смотреть, конечно, как к рукам прилипает, не прилипает. Обычный кукурузный крахмал, самый бюджетный. Не стала брать килограммовый, потому что вот пачку открыла. Они себе этот пластилин воздушный сделают, мягенький. И до свидания. Потом в следующий раз там другую пачку открыли. А кондиционер, бальзам взяла вот такой вот от Кафе Мэми. Кстати, ни разу не пробовала. Надо будет оставить. Попробовать на волосах веганский продукт. Восстанавливающий именно брала для поврежденных окрашенных волос. Потому что для воздушного пластилина должен быть такой он силиконистый. Хотя написано, что веганский продукт. Но я надеюсь, подойдет нам для слайма. Тут много миллилитров, 370. Это цена вопроса, было 100 с небольшим рублем. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки, как всегда, в описании. В том числе на чудо-очиститель бренд фри. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok